Привет, меня зовут Анна, мы с вами продолжаем изучать математику. Сегодня мы говорим про письменные приемы вычитания для случаев вида 50 минус 24. Мы с вами будем записывать данные выражения столбиком, а также проводить необходимое вычисление. Итак, как бы мы вычли устно из 50 24. У нас с вами круглое число 50 и есть еще число 24. Легче всего разложить 24 на сумму разрядных слагаемых, представить его как 20 и 4. И таким образом вычитать уже по порядку 50 минус 20 у вас получится 30 и из 30 вычитаем 4 и у нас получается всего 26. То есть разность чисел 50 и 24 получается 26, равна 26. Как мы выполняем данные вычисления столбиком? Столбиком мы выполняем немножечко иначе. Логику здесь сейчас будем рассматривать. Итак, записываем сначала столбиком, как обычно 50. Знак не забываем минус записать. Единицы под единицами. Десятки под десятками. Число 2 записали. Поставили черту. Теперь нам нужно с вами из единиц вычесть единицы. У нас здесь ноль единицы. Нужно из них вычесть 4. Не из четырех ноль, а из нуля 4. Как мы это сделаем? А сделаем это так же, как я рассказывала в прошлом видео. Мы с вами занимаем от пятерки один десяток. В итоге мы заняли десяток. Здесь у нас в единицах ноль. Получается один десяток, то есть 10. Теперь мы с вами вычитаем не из нуля, а из десяти. Из десяти вычитаем 4. Получается 6. 6 пишем в единицах. Идем дальше. У нас с вами 5 десятков. Из них нужно вычесть 2 десятка. И вроде бы получается 3. Но мы с вами не забываем вот эту прекрасную точку, которая подсказывает нам, что мы же с вами до этого занимали еще один десяток. То есть его нам тоже надо отнять. В итоге 5 минус 2 получается 3. Да еще минус этот один десяток. Остается то всего два десятка. В ответе мы с вами пишем 2. В итоге получается 26. 50 минус 24 будет 26. Я надеюсь это понятно. Попробуйте сами произвести данные вычисления. Не забывайте занимать десяток. И этот занятый десяток вычитать из наших десятков тоже, да, из нашего ответа. Остановите видео, запишите столбиком и вычислите значение данных выражений. Если вы это уже сделали, вы большие молодцы. Давайте посмотрим, что было должно получиться. Из пятидесяти вычесть тридцать девять должно получиться одиннадцать. Из десяти вычитаем девять. Получается один. Из пяти вышли три. Получается два. Но один десяток мы заняли. Получается единицу мы пишем в десятках. Вот вам число одиннадцать. Из семидесяти вычесть сорок семь. Занимаем десяток от семи. Десять минус семь будет три. Дальше из семи вычитаем четыре. Это будет три. Но мы один десяток занимали. Получается два. В итоге должно получиться двадцать три. Я надеюсь у вас это получилось. Обязательно еще потренируйтесь дома вычислять данные типы выражений. Ну а мы подводим итог. Мы сегодня записывали выражение столбиком и проводили вычисления для случаев вида пятьдесят минус двадцать четыре. У меня на этом все. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем уроке. Пока!